Сегодня у меня на связи Юрий Шулипов, правовед, политический эксперт и мой частый гость. Здравствуйте, Юрий. Приветствую, Татьяна, ну и моё традиционное приветствие нашим зрителям и слушателям. В начале мы планировали передачу сделать немножко раньше по времени, но получилось попозже из-за вашей сирены. У вас объявили сирену. Расскажите, как всё закончилось? Как обычно, стандартно объявили воздушную тревогу, так она правильно называется, в связи с тем, что взлетели два вражеских бомбардировщика Ту-22М. И у нас, соответственно, уже давно достаточно хорошо влажен СПРН, СПРН, это я для наших зрителей и слушателей объясню, система предупреждения о ракетах нападения. Поэтому была угроза для Киева нанесения ракетных ударов. И в связи с тем, что иногда бывает, когда ракеты агрессора сбиваются над воздушным пространством города Киева или Киевской области, то поскольку боевая часть этих ракет составляет 500 килограмм, плюс еще антиракеты от 80 до 100 килограмм, но вот фактически такая масса 600 килограмм взрывается, то от зубной волны иногда включает время. Временно в некоторых районах сломатывание подстанции включают, нормально жизнь восстанавливается. Вот просто в связи с тем, чтобы не было технических перерывов, мы поэтому и решили сделать запись этой передачи немножко позже, на 30 минут. Да, вы по времени вернулись в 41-й год. Ну, смотрите, мы, в принципе, да, мы уже давно находимся в этом времени, с 20 февраля 2014 года, когда Москва начала против Украины, ну и, соответственно, коллективного сапада, 4-й мировой гибридуай. Вот смотрите, вот у меня тут вопрос к вам. За несколько недель до начала войны, нападения России на Украину, Украина подписала договор о военно-экономическом союзе с Великобританией и Польшей. А сейчас вот что-то происходит вот благодаря этому договору? Есть ли какие-то дополнительные дополнения вот к этому договору? Татьяна, напомните, пожалуйста, о каком договоре идет речь? Потому что Украина и Великобритания, в том числе, Польша подписывали много различных переговоров. Ну, я имела в виду тот первый, а потом Украина еще подписывала договор со странами Балтии. Самый первый, который перед войной. Ну, да, посмотрите, я вас понял, что касается договора со странами Балтии. Да, кстати, можем начать передачу с малого. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 января, подписал в Риге договор с президентом Латвии о сотрудничестве в оборонной сфере. Ну, там идет речь, скажем так, исключительно о военно-техническом сотрудничестве, в сфере кибербезопасности и, соответственно, оказание военно-технической помощи Украине. То есть, достаточно хорошо, что такой договор имеет место быть, потому что, я напомню нашим зрителям слушателям, что Латвия, она является одной из самых поизвимых государств в странах НАТО, и именно на нее сейчас Москва готовит большое крупномасштабное вторжение на нападение. Еще раз повторяю, не какая-то там гибридная операция, а именно большое полномасштабное вторжение за счет подрывной деятельности. И сейчас как раз в Кремле обсуждается легенда прикрытия, потому что ее еще пока нет, но вот она обсуждается, подняли они действительно старый план, тот, о котором я еще рассказывал, с 2020 года, нападение иностранной Балки. Они хотят нападать на все три страны, Литву, Латвию и Эстонию, но главный удар, основной удар будет нанесен именно на Ригу, Ригу, то есть будет направлено на Ригу в странах коллективного запада. То есть у них такая задача, чтобы сначала пала Рига, потом уже пали все остальные три страны Балтии. И почему именно на Ригу? Потому что там наиболее активен сейчас и в больших объемах массово распространен агентурный аппарат Российской Федерации. То есть за счет агентуры, ну так, я хочу наше детство сказать, чтобы мы уже на этом не останавливались. В общем, нападение на Ригу, оно будет сродни нападению на Киев, которое состоялось 24 февраля 2022 года. Вот мне что-то по такому же сценарию, с использованием в том числе и вражеского, балтийского военно-морского. Но тем не менее, еще раз повторюсь, что соглашение, которое было заключено сегодня между президентами Латвии и Украины, а военно-техническом сотрудничестве, да, это, конечно же, для нас в том числе дополнительный бонус. Кстати, я хочу сказать, что, ну потом мы тоже обсудим еще доклад трех конгрессменов Республиканцев, руководителей различных комитетов, о том, что они критикуют действующую администрацию президента США Байдена за пророссийскость, где они в том числе указывают, что именно страны Балтии, они в своем эквиваленте потратили значительно больше средств на оборону Украины, нежели сами Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки там где-то вообще на каком-то 15 месте по сравнению со всеми остальными странами, которые так или иначе тратят своего расхода на поддержание обороноспособности Украины. Но сейчас мы будем обсуждать то, что сегодня подписал президент Украины Владимир Зеленский с премьер-министром Республики Британии Ришер Сурнков. Это соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным Королевством Великой Британии и Северной Ирландии. Это, я считаю, очень важный стратегический документ. Он по своей сути, своему содержанию во многом напоминает поиск воен, то есть такой документ, как статус основного военного союзника. Ну и, соответственно, в дальнейшем для реализации профстатуса регламентируется соответствующими федеральными законами Соединенных Штатов Америки. Но я сразу хочу, наверное, Татьяна, как вы считаете, с минусов, все-таки, в начале, какие есть минусы, на мой взгляд, в этом документе, и потом попытаться эти минусы, скажем так, свести. Если не плюсы, то, скажем так, какой-то не третий, потому что все-таки наши передачи, они по большому счету направлены именно для специалистов, кто занимается изучением внешней оборудованной и политики в сфере безопасности. Ну, по поводу минуса, это, что сказать, что в этом документе не хватает по сравнению с статусом основного военного союзника США вне НАТО. Это то, что там нет, не идет речь о том, чтобы Великобритания смогла размещать на территории Украины свое ядерное оружие и, соответственно, частные военные компании. И сразу я хочу это утверждение парировать. Потому что, во-первых, Соединенные Штаты Америки, несмотря на такую возможность, они... не размещают... Хотя они могут тем странам, которые имеют обладательный статус основного военного союзника США вне НАТО, такие, например, как Израиль, Австралия, Япония, Корея. Но ядерное оружие Соединенные Штаты Америки в этих странах не размещают, потому что не хотят нарушать различные международные обязательства в виде договоров, к которым присоединились Соединенные Штаты Америки. Например, тот же самый ДОГО, распространение ядерного оружия и все прочее. А что касается частных... Что касается размещения частных военных компаний, то, смотрите, в Великобритании, так же, как и в Соединенных Штатах Америки, имеются частные военные компании. Плюс кому Великобритания в сфере обороны участвует и в международных транснациональных частных военных компаниях, и совместно с Соединенными Штатами Америки. Но, хотя и в договоре, точнее, вот в этом обсуждаемом соглашении нет такого положения, что Украина разрешает, а в Великобритании соглашается, ну, допустим, можно было сказать, при определенных обстоятельствах размещать на территории Украины свои частные военные компании и, соответственно, свое вооружение для того, чтобы... То есть это вооружение, которое бы принадлежало для пользования именно частным военным компаниям Великобритании, а не вооруженным силам Украины. Но, опять-таки, вот исходя из части второй данного соглашения, я внимательно почитал, оно развлечено уже на сайте президента Украины в полном двух языках о украинском и английском, а причем, кстати, английская версия, она в случае юридических значений имеет силу над украинской версией. И поэтому я тех наших зрителей-слушателей, кто в достаточно национальном уровне владеет английским языком и получит понятие вообще полностью в сути содержания документов, все-таки изучить его на английском языке. Вот исходя из положений второй части, в котором прописывается ворона и безопасность, хотя в этой части нет речи, не идет речь о том. Значит, вооруженные силы, то есть это питание можно передать Украину запечатать свою частную военную компанию, но поскольку с начала полномасштабного вторжения в вооруженных силах Украины открыт иностранный регион, в который входят интернациональные различные батальоны, такие, например, как пять батальонов Чеченская республики Чкерия, полк имени Крестовсяк-Клиновского, иные военизированные белорусские подразделения, герман-ланцы, сибирский батальон, русский департаментский форум, регион спорта России и прочие ингушки, кстати, вот мне подсказывают наши из этих местных действий. Вот он уже практически, и годности, и постепенно выполняться участниками. Но также, соответственно, отдельные подразделения вооруженных сил Великобритании в виде частных военных компаний вполне может быть создано, опять-таки, по смыслу этих норм, где идет речь о том, что Соединенные Штаты Америки является ведущим военным партнером Украины, то они, да, в сфере безопасности и обороны, то они, конечно же, могут размещать и свои частные военные компании. Ну, смотрите, и следующий минус, я считаю, он нитейный. Заключается в том, что все-таки здесь Великобритания не считает Украину своим военным союзем, а считает именно, то есть продолжает считать именно военным партнером. И теперь я, наверное, уже буду постепенно от минусов переходить к плюсам. Плюс какой этого соглашения? Потому что да, еще раз повторюсь, фактически это был самый ОСМН, остаток, поэтому США вне НАТО, для Украины, только не со стороны Соединенных Штатов Америки, а, соответственно, Великобритании. И тут идет речь о том, что соглашение действует, да, значит, оно было заключено в целях развития совместной декларации, утвержденных Украиной и Соединенных Королевствами, с большими странами Большой Семерки в Венесе 20 июля 2023 года, на саммите НАТО, и соединились к этому соглашению 24 государства. То есть, фактически, исходя вот из того соглашения, которое было принято в НАТО на Венеевском саммите, то, помимо Великобритании, они еще должны присоединиться к этому соглашению 23 страны. Я, опять-таки, сейчас, пусть правовой составляющей этого договора сообщу нашим детям историкам, что Соединенные Штаты Америки уже выразили, один из неназванных чиновников БГСДЕПа сообщил о том, что Соединенные Штаты Америки нам намерены заключить с Украиной подобного рода соглашения. Ну, и пока неизвестно, какого будет это соглашение, но хотелось бы, опять-таки, я подробно сказать с точки зрения правительства, чтобы это было неочередное соглашение о партнерстве, как это мне уже представляется, потому что до полномасштабного отражения Украина в Соединенные Штаты Америки в 2021 году подписывал страны США Блинкин, а страны Украины и Кулей бы заключили, совместную картию стратегического партнера. Но там, опять-таки, идет речь о партнерстве, а не о союзе. Хотелось бы, чтобы Соединенные Штаты Америки начали выполнять свои обязательства по международному праву перед Украина сейчас, как к европейскому меморандуму и прочим различным договорам, которые имеются. И, кстати, вот уже самые упомянутые в мою карте о совместном стратегическом партнерстве и предоставили Украине статус основного военного союзника США Блина. Это было бы отлично. И далее, соглашение, которое было сегодня 12 января запрещено между Великобританией и Украиной, оно будет действовать сроком до десяти лет, но оно может быть и закончено раньше, если Украина вступит в НАТО. Хотя там идет речь, если вы посмотрите в векодных положениях, что даже если Украина и вступит в НАТО, то это не будет являться основанием для полностью прекращения данного соглашения по сути, но об изменении его условий с учетом тех условий, которые примет на себя Украина, вступив в организацию Североатлантического договора. Поэтому я считаю, что это самые лучшие из документов и свидетельствует, кстати, еще одно, которое очень важно, что сейчас в настоящее время юридически и отчасти, можно сказать, фактически больше военным партнером Украины является Великой Британией, нежели Соединенные Штаты Америки. То есть Великобритания пошла на как минимум два шага вперед в плане оказания военной и военно-технической помощи Украине, нежели Соединенные Штаты Америки. Сейчас вот самый лучший способ был ввести войска НАТО, ввести миротворцев ООН в Украину, чтобы прикрыть ее границы, чтобы прекратить эту агрессию. Но никто из них этого делать не будет. Только ли потому, что они боятся ядерного потенциала России или же, как я лично думаю и многие другие, что действительно вот эта русскость, она мешает. Именно русскость. Я отвечу на ваш вопрос с конца, потому что на него как минимум два ответа. Первое. Поскольку агрессор неправомерных путев использует свое рефактное положение в качестве государственного подписанка устава ООН, члена ООН и постоянного члена Совета Безопасности ООН, то любая резолюция именно Совета Безопасности ООН, о привлечении миротворческого контингента организации объединенных наций, с целью того, чтобы неподействовать в данном случае российской агрессии, будет агрессором моментально заплатить. Поэтому вводить нет смысла. То есть выносить такие резолюции абсолютно нет никакого смысла, они ни к чему, кроме как отрицательного результата, не применяют. Поэтому тут можно, конечно, попробовать подобного рода резолюцию ввести или, например, созвать в очередной раз Совет Безопасности ООН по факту массивного ракетного удара в Украине, который вот на днях должен состояться, агрессор готовится к очередному массивному ракету на дороге нашей гражданской и этнической энергоинфраструктуре и мирным жилым городам, а потом уже на самом непосредственном заседании, то есть это используется как повод поднять вопрос о неправомерности с точки зрения международного права нахождения агрессора в организации объединенных наций. Потому что я вот неоднократно говорил, но как говорит с повторением о опечении, напомню нашим зрителям и слушкам, что в уставе организации объединенных наций нет такого государства, как Российская Федерация, там идет речь о Союзе Советских Социалистических Советских Советских Респ Sens. Ещё раз прошу, то есть нет, внимание себя считает уставы у организации объединенных наций и соответственно нет документа о форме резолюции ООН по голосовании за включение РФ в ООН, или соответственно против. То есть результатам голосования о включении России или о не включении, как «за», так и «проверь», нет. Поэтому Россия юридически в ООН пребывает неправильным. И вот, собственно говоря, поэтому Москва и ведет такую преступную террористическую, национальную войну против Украины. Потом, что касается вступления войск НАТО в Украину для защиты ее сувенитета от российской агрессии. Такой вариант возможен гипотетически, если бы агрессор зацепил своими ракетными ударами на территории страны. Вот конкретный пример. Вчера ночью Соединенные Штаты Америки совместно с вооруженными силами Великобритании, Австралии, Пахрейна и еще некоторых стран, членов НАТО, нанесли массивный ракетный удар по войскам хуситов в Йемене. Они нанесли в качестве ответа за то, что хуситы бомбили американские и британские суда, разворовывали имущество, создавали угрозу мирному судоходству в Персидском заливе. Поэтому, конечно же, поскольку Москва в свое время, ну уже мы тут со самой страны проехали, поводов нет, потому что Москва сейчас не создает такой военной угрозы. И вот тогда один из руководителей Украины сообщал, что сейчас зерновой коридор, точнее движение в Черном море гражданских и московских судов, оно вышло на период дополномасштабного вторжения Москвы в Украину. То есть Москва боится Украины и, соответственно, не хулиганит, не занимается там пиратством и агрессией против гражданских судов иностранных государственных стран, членов НАТО. Но таким, я считаю, случаем НАТО должно воспользоваться, ну, например, когда шахеды попадают по территории стран-членов НАТО или той же самой Польши. Вот тогда, да, естественно, страны-члены НАТО могут посвящаться и нанести ответный пассивный ракетный удар по позициям российско-фашистских захватчиков на временно оккупированных украинских территорий. Причем, кстати, еще год назад примерно в это же время говорил и генерал Бен Ходжес и четырехзвездный генерал-директор А.С.РУ.С. что все-таки решающую роль в работе как ассамблеи НАТО, так, соответственно, всех военных гражданских органов играют в Соединенных Штатах Америки. А курс в Соединенных Штатах Америки, я напомню нашим языковым слушателям, о чем я неоднократно говорил, но, как я его называю, выдержит пророссийскость. То есть различные специалисты, и в том числе в официальных документах Соединенных Штатов Америки этот курс называется как сдерживание агрессии. Ну, этот курс, я вот неоднократно нашим языковым слушателям говорил, он абсолютно пагубный, губительный. Он играет как раз-таки на то, чтобы наращивать у агрессора аппетиты для того, чтобы агрессор потом совершал новую агрессию, как против Украины, так и, соответственно, стран НАТО и коллективного Запада. Поэтому в силу такой позиции, к величайшему сожалению, я считаю, до конца действия этой деятельности, вот этой нынешней байденской администрации, такого не случится. И в этой связи я бы хотел обратить внимание нашим языковым слушателям на следующий стратегически важнейший документ, который приняли и подписали три руководителя профильных комитетов Конгресса Соединенных Штатов Америки. Все они республиканцы, это председатель комитета по разведке, потом внешней политике и международным отношениям к Конгрессу Соединенных Штатов Америки. Он так и называется «План Победы Украины». Это фактически, я вам хочу сказать, документ, который в первую очередь имеет политическое значение. Это фактически военная составляющая политической программы Соединенных Штатов Америки на предстоящих президентских выборах. Да, я хочу сказать, что для Украины и всего человечества это очень позитивная новость, я лично считаю. И этот документ, я был кратко нашим зрителям, он был разработан еще в конце прошлого года, но вот обсуждать его начали именно сейчас. Там идет речь о том, что диктаторы для того, чтобы удержаться власти и взрывать мир, придумали ось мирового зла, что на самом деле имеет место быть под фактическим дипломатическим прикрытием Китая. Син Цзепинь, там как один из диктаторов в этом докладе обвиняется. И, соответственно, сателитами Китая, таким как Москвой, временно оккупированная республика Беларусь, и иранскими аятолами, ну и, соответственно, сирийские режимы. Плюс к тому все остальные прокси, как Москвы, типа КАМАЗ, Хизбалак, Усиды и, соответственно, Тегеран. И они абсолютно правы, эти конгрессмены-республиканцы, о том, что стратегия, как это я называю, действующего президента Соединенных Штатов Америки, его подопечных Саливана и Бернса, она абсолютно проймешна. Абсолютно проймешна, еще раз повторяю, потому что именно сдерживание Запада, где политики вакуума не бывает, и сдерживание агрессора всегда стимулирует. И если действительно вы, страны коллективного Запада, я имею в виду и парламентская ассамблея НАТО, и ассамблея стран-учательница Европейского Союза, и парламентская, и, значит, и ПАССЕ, и АБСЕ, и парламенты ряда европейских стран в различных формулировках назвали Россию террористическим. Государственным, согласно спонсорам терроризма, российский режим, террористическим режимом, несменяемой диктатурой и прочими абсолютно правильными вещами, то, соответственно, с террористами террористов не сдерживают. То есть нельзя сдержать террористов. Это действительно серьезная логическая ошибка, которая свидетельствует просто о скудомыслии тех лиц, которые в администрации Белого дома принимают военно-политические ошибки. Абсолютно, еще раз, с террористами, еще раз, нужно бороться, и об этом говорят республиканцы. И они ругают президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена за промедление военной помощи Украине, требуя немедленно поставок, и, соответственно, за недостаточное количество поставляемых различных видов вооружений США и Украины. Ну и, собственно говоря, за те санкции, которые президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вводил против, ну, уже уже за их терявость и откровенную недостаточность. И вот в этой связи я сразу хочу вашим зрителям услугам сообщить важнейшую вещь, которую вы пока что не услышите в другом русскоязычном пространстве. А дело в том, что с появлением этого доклада, и это был важнейший, мы юристов называем, разведпризнак того, что политическая элита Соединенных Штатов Америки, и вот так называемый глубинный дипстейнг, глубинное государство, которое мне так и творилось, одни из влиятельных, богатейших людей в Америке, ну, и большинство грамотных Соединенных Штатов, они приняли решение о замене действующего военно-политического руководства США на эти. А на кого они будут менять? Они будут менять на кандидата от республиканской партии Гекки Хель. Потому что и Байден, и Трамп, они создают угрозу, в первую очередь, национальной безопасности и национальным интересам Соединенных Штатов Америки. То есть курс, еще раз повторяю, курс администрации президента Байдена, его нерешительности. Кстати, абсолютно правильно конгрессмены критикуют Байдена, потому что именно благодаря его действиям, в том числе благодаря его действиям, Путин развязал полномасштабную войну к Украине. И я напомню нашим зрителям и слушателям, что в ноябре 2021 года, это была опубликована статья в Ньюсмик, она, кстати, в судебном порядке не опровергнут. И стало быть, поскольку со стороны Бьонса и иных лиц в отношении, которые эти материалы были распространены, и в суд не попадали, то мы можем считать, что эти материалы верны. Было достигнуто негласное узкое соглашение между Бьонсом и Путином о том, что Москва нападает на Украину, полностью ее захватывает, но дальше Соединенные Штаты Америки в лице первого центрального разведывательного управления будут способствовать и содействовать тому, чтобы Украина не наносила ответные военные удары по российской территории. И как мы видим после этого, господина, то, что Бьернс приехал в Киев 16 января 2022 года, буквально за месяц небольшой, до полумасштабного вторжения Москвы и Украины, и обнародовал, раскрыл разведданные, готовящиеся к полумасштабному вторжению. Собственно говоря, я об этом уже за два года до этого полумасштабного вторжения неоднократно на всех информационных площадках, где была невозможность, говорил, что вторжение готовится. И, соответственно, потом администрация, буквально за две недели до полумасштабного вторжения, администрация Белого дома приняла решение о эвакуации посольства Соединенных Штатов Америки из территории Украины. То есть это было действительно все сделано ради России и в интересах агрессора, для того, чтобы дать агрессору начать полумасштабную войну против Украины. И именно эта администрация Баденовская, она оставила Украину, которая не была готова к полумасштабному вторжению, один на один с агрессором. То есть тогда, вот по состоянию 1926-1922 года, у Украины не было как таковой армии. То есть это была армия мирного времени, и фактически эта армия, она по большей части напоминала по своему составу, роду войск, некое ополчение, нежели именно профессиональную армию. И это, конечно же, было Байден сделано ради России, ради того, чтобы, в первую очередь, нанести удар национальной безопасности Соединенных Штатов Америки и всему цивилизованному западному миру. А теперь Дипстейт. И, кстати, я вот давал интервью Виктории Кирилловой на сайте Kipros Daily News. Вот можете почитать его очень внимательно. Вот 27 июля 2023, более полулет прошло, где я все четко написал, что осенью Украину ждут темные времена, что курс пророссийскости будет сломлен летом 2024 года, не раньше. Потому что, имейте в виду, у пророссийскости огромная инерция. Вы не понимаете, в чем проблема? И, соответственно, в рамках... А почему курс пророссийскости? А же вот эта администрация Байдена нет. Даже если, дипотетически, как положено, Байден останется на второй срок, то пророссийскость будет продолжена. То есть, и будет существовать преступный чеческо-фашистский путинский режим, и Украина будет получать вот такую вот, как я называю эту помощь, военную помощь в выставочных объемах страны Соединенных Штатов Америки, или, как некоторые коллеги ее называют, капельно-пипеточной помощью, или капельной помощью. То есть, это все будет так мизерабельно, лишь бы Украина продержалась, и, соответственно, Россия не проиграла четвертую мировую гибридную войну. Сама же администрация Байдена, она не способна отойти от курса пророссийскости и начать, действительно, подлинную проамериканскую, проевропейскую и, соответственно, проукраинскую внешнеоборонную политику. Поэтому на смену ей придет новая элита во главе с будущим президентом Соединенных Штатов Америки Ники Хейли, которую выбиратели выберут, ну, скажем так, судьбу. Она выиграет, ну, как тут, не представляется. Я уже кратко изучил лексику. Предварительно она выиграет с существенным отрывом от действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Байден пойдет на второй срок, и, действительно, эти выборы он проиграет. Так что следующим президентом, вот запомните и запишите, Соединенных Штатов Америки станет Ники Хейли. И, опять-таки, вот еще очень важно, что, как минимум, до середины лета 2000-25 года вооруженные силы Украины будут продолжать испытываться различных видов вооружений, а уже с приходом, ну, то есть, с одной стороны, сначала военной помощи страны Великобритании, и других стран, которые пришли в ближайшее время усилены, и уже с приходом республиканцев и Ники Хейли примерно к весне 2025 года, вот, пистолеты 2025 года, Украина уже получит значительное количество различной военной помощи. И это будут уже не самолеты F-16, они уже здесь будут, это уже будет более серьезная военная помощь, в том числе будут представлены такие ракеты класса, как Першин, ГАФ, возможно, самолеты Б-2 и все прочее. К сожалению, наше время подходит к концу. До свидания. Ваш прогноз очень утишительный на 2024 год. Ну, я скажу так, что 2024 год мы можем рассматривать как год великого стояга. То есть, а вооруженные силы Украины, ну, вывертлись за счет того, что они прогрызут где-нибудь, то есть, найдут прешу, прогрызут его в пороне агрессии. Ну, пока, вот я говорю, на 2024 год у меня каких-либо в военном плане мистических прогнозов для Украины нет. То есть, ну, а, скажем так, вероятность, что что-то произойдет позитивно в форме Украины, ну, она равняется там не более 10-20%, и, в большей части, она будет результатом мужества вооруженных сил Украины, нежели обеспечением их необходимого количества вооружений. До свидания, до следующей встречи. Да, всем пока, и попросим наших зрителей-слуферов поставить лайк, сделать репост и написать комментарий после нашей передачи. Это очень важно для того, чтобы подвигать наш канал. И обязательно подпишитесь на YouTube-канал «Книжная Амазонка», ну, и, соответственно, канал Юрия Швипа, когда уже это видео будет доступно на Украине. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok